Всем доброго времени суток! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Елена. И в этом видео я хочу с вами поделиться своим уходом за кожей лица. То, чем я пользуюсь сейчас, какое мое мнение и может быть что-то интересное и полезное вы узнаете благодаря этому видеоролику. Если вам интересна такая тема, вы хотите ухаживать за собой, вам интересно, как это делаю я, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Он бюджетный, простой, доступный. Это и каталожная косметика, и что-то другое. Но есть кое-что новенькое. Давайте обо всем по порядку. Из новенького пока не пробовала, но просто вам покажу. Роллинг гель для очищения опор из серии Эксперт. Артикул 1081 в текущем каталоге был очень бюджетный, недорогой. 199 рублей всего стоило, но я решила взять. Средство приходит не зафольгированное. Это скатка своеобразная, то есть нужно его скатывать. И он для жирной кожи. Моя кожа сейчас является средней. Она не является какой-то уж супер проблемной, но есть проблемы на ней. Такие как у меня были выявлены особенно в период своей болезни. Сейчас я еще пока... У меня уже выписали, но сын у меня теперь на больничном, то есть у меня еще период болезни. Хоть мне и выписали, но пока я чувствую себя не очень хорошо и продолжаю лечение. В этот период у меня есть покраснение в области носа, подбородка, есть какие-то еще другие недостатки, пигментные пятна, еще что-то на коже. То есть она у меня не является идеальной. И так как у меня освещение, я повторюсь еще раз, не очень хорошее здесь, это нужно, конечно, отдельно заниматься им, на это нужно время и средства, но у меня это все в перспективе моего канала, поэтому, естественно, все будет, но позже. И пока при таком освещении видно недостатки на коже, даже если их скрывать корректирующими средствами, тональными и так далее. Поэтому я сейчас иногда стараюсь не перегружать кожу, но об этом я тоже расскажу. Из того, что я сейчас использую, это также Faberlic серия Oxiology, очищающий гаммаж для лица. И серий кислородное дыхание. Долго он у меня стоял, рука у меня к нему не тянулась, но вот сейчас решила я его использовать, потому что уже и сроки начинают подходить, и вообще он всего лишь 6 месяцев после открытия Година, он у меня открытый стоит. Пока не испортился данный крем, точнее гаммаж для лица, я им пользуюсь. Артикул 02-71-75 мл. Это такая субстанция зеленоватого цвета, она хорошо распределяется по коже лица, скрабирование мягкое, очищение кожи действительно есть видно, кожа после этого такая розовенькая, отскрабированная, то есть гаммаж, как и скраб, для меня работает, но при этом это довольно мягкое воздействие, поэтому этим средством пользуюсь, оно мне нравится. Здесь заявлено, что бережно удаляют омертвевшие клетки и нормализует работу стальных желез. Но хорошая вот эта вот вещь, пока пользуюсь, более подробно буду вам говорить в пустых баночках. Еще один скраб у меня был не так давно приобретен, я пользуюсь тоже, это уже скраб, очищающий скраб для лица, 100 мл Favon True, нутроэффект. Этот скраб идет уже побольше объемом, здесь побольше разных частичек, но нет такого вот явного эффекта, скорее он поменьше эффект, чем у данного. Не очень у меня хорошо с обонянием, но помню, что средства пахнут приятно, и мне нравится. Здесь 100 мл, открытый может быть продукт 12 месяцев, вот этот скраб мне тоже нравится, неплохо очищают, и частички его не являются грубыми для моей кожи. У меня кожа нормальная, иногда склонная к жидкости, иногда к сухости, но она чувствительная, и поэтому вот это средство мне хорошо подошло, продолжаем пользоваться, нравится, вот я сейчас пока вот эти два средства, как гамаш и скраб, чередую, уходя за лицом, и использую их с периодичностью примерно до другой раз в неделю, то есть получается где-то два раза. Но использую я эти скрабы, как и все остальное, то что я вам покажу, очищающее средство, часто не пальцами, и не руками, вот такой вот щеточкой, это по-моему у меня, искала, я тут искала, нигде не подписан, но вроде это от компании Арифлэм, если я не ошибаюсь, то, ну, я прошу прощения, да, если я ошибаюсь, я и маски этим иногда удаляю, я и скрабы, всякие гамажи, вот которые я вам предыдущий показывала, удаляю иногда эти с лица, и даже просто очищающие средства, но в этом я особо смысла не вижу, я иногда использую только щеткой. Лучше скрабирование проходит, и вот эта сторона более мягкая, и вот эта более интенсивная, ну, конечно, мою я ее часто, после каждого раза, можно эту вещь повесить, я, кстати, сейчас это увидела, и буду это, наверное, делать, потому что она у меня падает, периодически ее нужно мыть еще больше, не каждый раз я использую ее, могу раз в неделю, два по желанию, могу вообще ее не использовать, но бывает, что средства я использую с данной щеткой, и поэтому, конечно, вам об этом тоже хочу сказать, и видео об уходе за кожей лица. Покажу вам пару масочек для лица, которые у меня сейчас в использовании, в упаковках таких тубах, и в пустых баночках покажу еще несколько масок тканевых, я их чередую. У меня сейчас от Avon из серии Planet Spa в использовании маска, глубокое очищение, с корейским древесным углем, очищающая маска-бленка для лица, 50 мл. Из плюсов она действительно хорошая, помогает, из минусов ее сложно снять, то есть, вот я показывала щетку вот эту, я ей тоже часто снимаю данную маску, в том числе помогаю, и вообще, она нелегко снимается, но эффект того стоит, маска мне нравится, она имеет, как и другая маска, такой от Avon, у нее в небе, одна из серии просто Planet Spa, другая, немножко такой спиртовой запах, что меня сбивает, мне это не нравится тоже, из минусов, но в остальном маска хорошая, очищает кожу, конечно, не на 5 с плюсом, не прямо, как после салона, но очищает неплохо, даже хорошо, поэтому данную масочку я могу посоветовать, и вторая маска, конечно, бюджет, не нравится она мне поменьше, этой серии Avon, увлажнение, с алоэ и огурцом, маска-пленка для лица, для всех типов кожи, 90 мл, она идет по большим объемом, но аромат у нее тоже так себе, нужно ее долго держать, около 20 минут, если предыдущую маску нужно держать минут, тут вообще не заявлено, сколько, но обычно минут 15, вот я 10-15 держу, то вот эту маску нужно держать 20 минут, не всегда есть 20 минут, поэтому я про нее иногда забываю, она идет именно как увлажняющая, как увлажняющая масочка, она работает тоже хорошо, неплохо, и она, то, что очищает глубокую кожу, как здесь заявлено, придает ей свежести, энергию, это, конечно, не так просто, легкое такое увлажнение дает, она имеет приятный аромат, прозрачной гелевой консистенции, в принципе, неплохая, но и не сказать, что какая-то она супер хорошая, любая маска бюджетная справляется, я думаю, что так же, как и вот данная, поэтому именно такие увлажнения я советовать не буду, но иногда люблю эту серию для разнообразия, вспомнить молодость, потому что, и вон я занимаюсь очень давно, вот, тоже беру такие вещи, как больше, как воспоминания для баловства, конечно, как такого эффекта, вау, от них нет, переходим к сывороткам, у меня сейчас это только одна сыворотка от Саванри в использовании, ссылку на сайт я оставлю вам в инфобокс, Саванри натуральная косметика, мне она очень нравится, периодически я ее беру, это антивозрастная сыворотка, в ней активный ретинол, токоферол, неоцинамид, гиалурон, для лица и кожи вокруг глаз, вот, кстати говоря, я не часто пользуюсь, если для кожи вокруг глаз, для лица она вот видно очень экономная, у меня ее приличное количество, это с декабря месяца я ей пользуюсь, не часто, если честно, сыворотку я в основном люблю наносить на ночь, когда не нужно никуда идти, потому что нужно еще ждать какое-то время, пока сыворотка впитается, сейчас я вам покажу, какая она такая прозрачная, как я помню, сейчас не чувствую я ароматы, но помню, что она приятно пахнет, и она как водичка, очень хорошо увлажняет кожу, вот даже сейчас видно, довольно быстро впитывается, и любой дневной или ночной крем вложатся на эту сыворотку лучше, практически она не липкая, но оставляет такую, как будто бы пленку после себя, поэтому сыворотка у меня используется не так часто, я иногда про нее забываю, иногда пользуюсь, но в общем, в основном, если пользуюсь, то на ночь, немножко она подсохла, и липковатая по эффекту, но любая может быть сыворотка, мне вот нравится эта сыворотка, в том году у меня тоже была большая такая сыворотка от Саванри гиалуроновая, и тоже мне она хорошо подходила, хватает мне ее такого большого тюбика на год, вот, поэтому сыворотка хорошая, могу вам ее посоветовать, очень важный уход за кошей вокруг глаз, у меня было несколько кремников, но они как раз подзакончились, вы их увидите в этих баночках, или уже видели, и остался у меня вот такой вот с классным дозатором, мне этот крем нравится больше, наверное, даже за счет дозатора, это Юми Скин Кео 30 мл, производство Лорен Косметикс, покупала в Латуале в магазине, за какие-то вообще прям небольшие копейки, но и упаковка классная, и крем неплохой, крем очень легкий, увлажняющий, в нем 30 мл, я считаю, что это много для крема, для кожи вокруг глаз, мне он поднадоедает уже, и если у меня появится новый, думаю, что этот крем я уже буду откладывать в сторону, и потом продолжать пользоваться, он легкий, увлажняющий, никакого эффекта он особо не дает, здесь он с ароматом ярко выраженным, тонизирующий, восстанавливающий он заявлен, а аромат его, фисташки, по-моему, насколько я помню, да, с фисташками, сладковатый аромат, приятный, но упаковка такая интересная, видно, что она немножко пачкается, это минус, но плюс в самой упаковке, что это не с дозатором, то есть, что он с дозатором, что его здесь много, хорошо увлажняет кожу, быстро этот крем впитывается, и на него хорошо уже наносить дальнейший макияж, пока я только им одним пользуюсь, до этого я его чередовала с другими кремами, которые у меня были, и если появится какой-то другой, то тоже буду чередовать с данным кремом, еще покажу парочку продуктов от компании Арифлейм, из серии Оптимал, я ими вовсю пользуюсь, и мне они нравятся, и подходят, я сейчас говорю о вот такой серии против пигментации, Оптимал, здесь еще такое, как солнышко, то есть, в летний период времени актуально, это Тоник, объем Тоника 150 мл, артикул 35463, открыток он может быть 12 месяцев, мне он очень понравился, Тоник идет практически не липкий, средней липкости, у него удобный дозатор, приятный аромат, и Тоник весь такой хороший, мне эта серия вообще понравилась, и возможно Тоники Оптимал, они не очень бюджетные, то есть, у них средний ценовой сегмент, и вообще вот эта серия Оптимал, но она и такая по качеству уже неплохая, думаю, что может быть что-то себе еще из другой серии возьму, потому что Тоника у меня уже, наверное, половина, вот, и хочется еще какой-то взять из такой же серии, потому что Тоник мне понравился, он очень приятный, также понравился продукт второй, который у меня был, 150 мл, также 35462 артикул, это пенка для умывания против пигментации, хочу сказать, что я не замечаю, что уходит пигментация, у меня немножко есть веснушек, еще чего-то, какие-то вот, может быть, если всей серией пользоваться, будут видны какие-то результаты, вот, но пока просто приятная, хорошая серия, пенка идет белого, перламутрового цвета, хорошо пенится, удобный дозатор, приятный аромат, но давайте я вам покажу вот так, то есть, вот она такая беловатая, очень приятно пахнет пенка, вот я сейчас даже своим насморком этот аромат чувствую, он мне нравится для лица, он абсолютно приятнейший, в общем, наверное, даже только из аромата буду покупать, пользоваться, потому что, что для ухода за лицом, для меня важен аромат, и также для ухода за телом, это тоже, я считаю, очень важно, но в общем и целом, продукт приятный, у меня не аллергии, раздражения не вызвали, могу данные средства, как дополнительный уход, потому что это все-таки не крем, и не что-то такое, посоветовать, закончилась у меня мицеллярная вода, покажу вам ее, от Нивея новинка, мне она очень нравилась, в пустых баночках, очищала она хорошо, а сейчас я пользуюсь вот такой, очищающей мицеллярной водой, для всех типов кожи, от Avon Nutra Effects, за копейки, мне вместе со скрабом, досталось данное средство, там по какой-то акции, здесь 200 миллилитров, видно, что я пользуюсь, и экономичным являются это средства, мне нравится, хорошо удаляет косметику, водостойку, не пробовала у меня таких продуктов, нет удобный дозатор, ненавязчивый аромат, и какое-то, вы знаете, жжение, вот иногда бывает, после мицеллярных вод, или пощипывания, я от нее не замечаю, то есть продукт хороший, приятный, могу вам его по скидке, может быть, по какой-то приятной цене, посоветовать, и буду продолжать им с удовольствием пользоваться, неоднозначно у меня вообще выходит за лицом, то есть нет у меня такого крема, который бы сказал, вау, супер хороший, мне нравится им пользоваться, он мне на все 100 подходит, но есть у меня сейчас в использовании два крема для лица, и я покажу, расскажу их плюсы и минусы, давайте начну вот с этого, которым я чаще пользуюсь, тут у меня уже к третьей, но этой баночке изначально было половина, что мне не понравилось за такие деньги, то есть около 300 с чем-то, около 400 рублей он стоил, мне это не понравилось, 01.39 артикула, увлажняющий гель для лица, Аквабуст, серия была заявлена как уикенд, да, вот она здесь есть, 50 мл в данном креме, из плюсов красивая упаковка, приятный аромат, быстро впитывается этот гель, но у него есть ряд минусов, если у вас кожа, вот у меня когда пользовалась была нормальная кожа, я не болела, я ничего не чувствовала, я наносила его, и после него сразу наносила, там, например, тональный крем, да, как я делала, то есть не в качестве базы этот гель наносила, а просто в качестве крема для лица, да, все хорошо работало, но если только вы болеете, например, у вас какие-то, я не знаю, покраснения, шелушения на коже, какие-то прыщи, проблемы, то вот этот гель очень сильно будет щипать кожу, вот я это уже проверяла, я слышала разные отзывы, может быть, у девочек, у кого вот кожа нормальная постоянно, то вам этот гель подойдет, если нет, то это может быть разочарование, я им все пользуюсь, пользуюсь, я вот понимаю, у меня, например, вот здесь, вот там, потому что часто вот смаркиваюсь и делаю промывание, у меня очень часто здесь вот у нас какие-то либо шелушения, либо покраснения, и вот это все, вот этим вот гелем подчеркивается, это тяжело, это неприятно, поэтому вот этот гель нет, то есть из плюсов быстро впитывается, приятный аромат, для нормальной кожи, без всяких изъянов, да, если у вас есть прыщи, там, я не знаю, что улучшение покраснения, скорее всего, не подойдет это средство, но это мое личное мнение, которое я высказываю, честно, в данном видео. Пока говорила, еще забыла сказать, что как увлажняющий он работает хорошо, то есть увлажнение от него среднее, даже какое-то охлаждение есть по эффекту, мне он нравился до тех пор, пока, говорю, у меня не начались проблемы с кожей, поэтому с увлажнением он тоже справляется. Муж мне дарил два кремика, они были из разной серии, ночной я вам покажу в пустых баночках, он для меня более оказался удачным, и там я их тратила примерно половину, но дневной у меня идет намного хуже. Эту серию можно, по-моему, в магазине Гевгош или в Латуальгаль где-то приобрести. Это серия Аква, 24 часа, 5 элемент, дневной крем увлажняющий на основе воды ледника для чувствительной кожи. Он заявлен, этот крем, да, он хорошо подойдет для чувствительной кожи, то есть он у вас не вызовет раздражения, аллергии, видно, что у него еще больше половины, но есть ряд недостатков. А еще к плюсам отнесу аромат. Аромат приятный, к минусам баночка, да, все-таки это не так удобно, как, например, туба для меня, это для меня упаковка минус. Цена тоже минус, потому что он не является таким супербюджетным, его цена, там, не знаю, около 400-500 рублей. За такие деньги можно, конечно, купить и получше, чем такой крем. Что с ним, мне в нем не понравилось, его минусы. Во-первых, когда вы его на кожу наносите, он очень липкий. Нужно довольно много времени для того, чтобы после него, например, нанести косметику. Это может понадобиться не час на два, это может понадобиться полдля, например, да. У людей часто нет столько времени у меня, в том числе, чтобы сидеть и терпеть и ждать, пока он высохнет и впитается, чтобы потом нанести тональный. Поэтому, если мне никуда никуда не нужно идти, да, или я болею, я знаю, что я не пойду на улицу, или мне не нужно будет краситься, то я наношу этот крем. Пройти может, ну, час-два, пока он впитается. Если я, например, дома какими-то делами занимаюсь, или мне просто не нужно будет краситься, да, например, это выходной день, я тоже не всегда крашусь, только когда видео снимаю, то я использую этот крем. А еще его можно использовать на ночь, то есть, как ночной крем, он неплохой. Но как дневной я его посоветовать не могу, к сожалению, потому что он имеет такую консистенцию весьма жирноватую, сложную. Несмотря на приятный аромат, он может быть и аромат как плюсом, так и минусом, слегка навязчивый. Поэтому я себе повторять этот крем не буду и вам посоветовать его, к сожалению, не могу. Покажу вам одну новинку, которую уже я заинтриговала, тогда у меня ее не было. Я вам ее покажу, наверное, как в этом видео, так и в видео о покупках. Оно у меня будет, наверное, в конце месяца. Сейчас у меня есть небольшие покупки, я их пока тестирую. Но более подробно расскажу вам в конце месяца. Вот такая вот коробочка. Это средство я купила на лишнюю денежку, скажем так, лишнюю. Это было у меня небольшие переработки, на работе, неофициальные такие. И я смогла себе позволить вот такой крем. Он стоил 750 рублей. Крем от Mizon. Это не просто крем, это ночной крем-матка. Ночная отбеливающая маска в тубе. Mizon Good Night White Sleeping Mask. 50 мл. То, что здесь написано, легкая маска для ночного ухода за кожей, с нежным лавандовым ароматом, способствует безмятежному и приятному сну. Отбеливающая маска ухаживает за кожей, пока вы спите. Крем-маска выравнивает, улучшает тон лица, осветляет и освежает кожу, увлажняет и восстанавливает ее. Способ применения мне очень понравился. Нужно наносить маску за 10 минут до сна и на чистую кожу после тонера и эссенции. Ну, то есть, как я понимаю, из этой же серии. Не смывая маску, ложитесь спать. Ну, конечно, у меня нет вот этих вот остальных компонентов, только вот эта вот коробочка. Сама маска в тубе, что меня подкупила. Я обожаю продукты в тубах, поэтому это, конечно, да, я люблю. Не люблю я в баночку лазить пальцами или ногтями. Мне это не нравится. А тубы, это да, это мое все. В основном, это меня и подкупило к покупке данной маски. Срок годности 12 месяцев после открытия. Маска имеет очень удобный дозатор. Даже, да, маска-крем. Сейчас я вам покажу консистенцию вот такая вот белопрозрачная. И сейчас, хоть я не очень хорошо у меня проблема, да, насколько я все равно чувствую этот аромат лаванды. Вот для тех, кто любит аромат лаванды, я вот его, например, просто обожаю. Мне эта маска очень понравилась. Вот посмотрите, как она распределяется. Сразу чувствуется хорошее увлажнение, липкости практически у этой маски. Нет. Что мне нравится. И действительно, как ее нанесли, прошло 10 минут, она полностью впиталась. Вот она даже сейчас у меня за минуту полностью впитывается и может ложиться спать. Аромат этот приятный, лаванды, успокаивающий. Он, конечно, на любителя, но я являюсь любителем аромата лаванды. Поэтому данным продуктом я довольна. И присмотрела я себе, по-моему, еще с такой серией дневной крем. Пока я не знаю, может быть, как на то, чтобы с чем-то чередовать, с каким-то дневным кремом, я еще попробую такой дневной крем. Тоже был в такой тубе наподобие, 50 мл также. Но цена была чуть пониже, по-моему, 650 рублей. Но, конечно, это не бюджетно, но хотелось бы мне корейский уход попробовать. Мне он понравился. То есть, я не думаю, что это последний мой продукт. И покупала я в сети магазинов, может быть, если кто-то занимается, увлекается вот этой корейской косметикой, в сети магазинов кореяна. Не знаю, в каждом городе он есть или только у нас. Но, в общем, я еще только начинаю знакомство с корейской косметикой с данного продукта и пока она успешная. Кожа лица отдохнувшая, красивый вид, приятный вот этот крем-маска. Больше все-таки я как крем считаю он вот. Смотрите, полностью уже все впиталось. Осветляющего эффекта, честно сказать, я от него не заметила. Просто обычный эффект ночного крема, но очень приятного, мягкого, с приятным ароматом, в удобной упаковке. Поэтому мне этот продукт очень понравился. Могу вам его посоветовать. Ну и по уходу за лицом это у меня было пока все. Остальное либо в пустых баночках, либо в покупках вы можете увидеть. Не знаю, по-моему, у меня не было покупок больше для лица. Но в пустых баночках покажу. И еще покажу вам бальзамчик, который у меня всегда стоит. Губы отнесем к лицу. Это вот такой бальзам от бюджетный был очень. Макарон Питч бальзам для губ от Латуаль. Что-то, по-моему, за 49, за 50 рублей я его покупала. Я пользуюсь обычно в течение дня наношу его, наношу на ночь. Персик. Конечно, для меня он персиком не пахнет. 5 грамм 24 месяца после открытия. Но он имеет приятненький такой аромат. Не очень удобно в упаковке, но увлажняет. Вот почему я его показываю. Хорошо. Это все то, что я хотела вам показать по уходу за лицом. Что-то еще я покажу частично в пустых баночках. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте пальчики вверх. Этим вы меня очень порадуете. И, конечно же, еще хочу у вас спросить в конце видео некоторые вопросы. Я вот иду сегодня на маникюр. Я хожу сейчас к мастеру. Была бы интересна такая тема, например, вообще, как я пришла к этому, сколько у меня было маникюров, какие. Может быть, не все следят в инстаграм. Нужно ли вам отдельное такое видео про мой маникюр. Как я его делаю. Почему у меня такая форма. Например, такие оттенки я выбираю. То есть, все это я вам расскажу, покажу. Меняю ли я мастеров. Или сейчас, например, я у одного мастера делаю. Но это я могу сразу ответить, что у одного. Пока, в данный момент. Что стало с моими лаками для ногтей, с моими коллекциями. В общем, все это задавайте в комментариях, если вам интересна тема видео о лаках для ногтей. я подумаю и возможно что-то сниму такое наподобие, чтобы вам все поподробнее рассказать и показать. А в данном видео это все. Ну или еще раз тебе большое спасибо за запрос про уход за кожей лица. Может быть, это кому-то будет тоже интересно и полезно, потому что в основном он у меня является бюджетным. Всем желаю самое главное здоровья, отличного настроения, добра, света, солнца, хорошего продолжения весны. Всем удачи, успехов дома на работе, покупок, чтобы вас радовали, отличного настроения и до новых встреч!